Всем привет! В эфире передача о талантливой молодежи Карачаева Черкесской Республики поставь мне лайк. Сегодня у нас в гостях Валя Карнавал. А нет, шучу. Сегодня у нас в гостях Александр Нестеренко. И она даже круче, чем Валя Карнавал. Пойдем знакомиться. Всем привет! Меня зовут Нестеренко Александра и мне 15 лет. Учусь я в девятом классе. Мечтаю стать капитаном дальнего плавания. Еще я занимаюсь академическим вокалом. Я знаю дактиль. Привет, Александра! Привет, сэр Савель. Я знаю, что многие отличники, да вообще активисты очень хотят попасть к нам на передачу. Но мы выбрали в этот раз именно тебя. Расскажи, по каким основным заслугам? Ну, я тоже отличница в школе. Я окончила музыкальную школу по направлению академический вокал с красным дипломом. Я несколько раз была в артеке. Думаю, этого достаточно для того, чтобы попасть сюда. А давай начнем, наверное, тогда с вокала. Как ты пошла? Как ты выбрала это направление? Ну, вообще, изначально меня повела туда мама. Это было не особо по моему желанию. У меня и мама, и бабушка, они все занимались музыкалки. Вот. А потом я просто как-то втянулась, мне очень даже понравилось. Я с огромным удовольствием начала ходить в музыкальную школу. А сколько лет ты уже ходишь? Я в девятый год. Девятый год? Да. А были ли мысли, что тебе уже это надоело, не хочешь этим заниматься? Таких мыслей было много. Особенно, когда мне было лет 12-13, мне хотелось все бросить. В приоритете были подружки, но мама не разрешила бросать музыкалку. А ты не жалеешь, что осталось? Вообще никак не жалею. Ну, если ты ходишь 9 лет в музыкальную школу, то наверняка ты бывала на каких-то больших и крупных конкурсах? Ну, я бывала на республиканских конкурсах. Ну, чаще всего я принимаю участие больше в районных конкурсах и занимаю там первые и вторые места. Ну, помимо вокала я занимаюсь еще со своим ансамблем, и с ансамблем мы принимали участие во всероссийском конкурсе, который проходил в городе Владикавказе. А что это был за конкурс? Это был конкурс хоровых обществ, где мы заняли третье место. То есть, получается, ты поешь хоре, правильно? Да. А сольно? И сольно я выступала, но сольно я принимала участие только в республиканских конкурсах. А что тебе нравится больше, петь в хоре или же все-таки сольно? Ну, наверное, мне больше нравится выступать сольно, так как можно показать все свои таланты, умения в одиночку. А когда ты была маленькая, любила ли ты перед зеркалом попеть, ну, там, для себя? Или же ты поняла, что у тебя есть голос, слух, только когда пошла в музыкальную школу? Вообще, мой талант начал открываться еще в детском садике. Моя учительница по музыке, она заметила во мне талант. Я участвовала в различных концертах, исполняла песни, ступала. А увлекаешься ли ты музыкой и помнила музыкальную школу? Ну, в том плане, что любишь ли ты дома просто для себя попеть, послушать музыку? Или тебе и так достаточно этого в музыкальной школе? Дома я пою вот просто постоянно, бедные мои соседи. Я когда убираю, просто одеваю наушники и пою во весь голос. А что ты любишь слушать? Ну, больше всего мне нравится рок. Я люблю такие группы, как Короли Шут, Ария, Кукры Никсы. Не можно вообще говорить, да? Ну, это у меня все. А что вы считаете попсы? Честно говоря, я не очень люблю попсу. В ней вообще совершенно нет смысла, мне не нравится ее слушать. А есть ли ты какие-то любимые исполнители? Ну, про любимых исполнителей я уже сказала. Это Короли Шут, Ария, Кукры Никсы, Сплин, Би-2. Еще мне нравится Полина Гагарина. Представим, что ты попала на шоу «Голос дети». И к тебе повернулись там Дима Билан, Сергей Лазарев, Полина Гагарина и Григорий Левс. Кому бы ты пошла? Ну, думаю, я бы пошла к Полине Гагариной, просто потому, что эта женщина очень талантливая, креативная. Мне кажется, именно в ее команде я бы смогла полностью раскрыть все свои таланты. Мне было бы там очень комфортно. А если серьезно говорить про «Голос дети», ты бы хотела туда подать заявку? У меня был такой период, когда я прям серьезно собиралась подавать заявку и участвовать. Ну, не знаю, почему-то не случилось такого. На самом деле я немного далека от музыки, от вокала, но мне всегда было интересно, что же поют хоры, что сейчас популярно для них. Ну, вообще у нас хор поет самые разные песни. Мы исполняем и классические произведения, и произведения современных композиторов, народные произведения исполняем. А как относятся твои близкие родители к тому, что ты так много поешь и уделяешь этому огромное количество времени? Мои близкие очень спокойно к этому относятся, так как у меня сестра тоже занимается вокалом, она вместе со мной поет. Моя мама преподаватель музыкальной школы, она преподает портепиано, она тоже поет со мной, мы все вместе поем. Ничего себе! А были ли у вас какие-то выступления, где вы втроем поете? Да, были такие выступления. Мы с сестрой пели, а мама играла на портепиано, аккомпанировала нам песню. Ничего себе! А участвовали ли вы в конкурсах с таким выступлением? В конкурсах мы не участвовали, в основном только на концертах. Расскажи, а где ты начала получать образование музыкальное? Ну, я получала музыкальное образование в Станице Зеленчукской и в Станице Кардоникской. А получала ли ты какое-то дополнительное образование, может какие-то курсы? В прошлом году я стала участником интенсивной смены в Центре Спутник по программе «Эстрадный вокал». Мы занимались с прекрасным педагогом и было очень круто. Расскажи, что вы делали на этом курсе? Каждый день по несколько часов мы со всеми ребятами занимались вокалом, изучали сольфеджио, всякие различные техники пения и многое другое. Понравилось тебе это? Мне очень понравилось. Я знаю, что ты была еще на одной смене, абсолютно не похожей на вокал, на творчество в общем. Что это была за смена? Это была смена «Физика будущего». Там мы проходили всю школьную программу от 9 до 11 класса. Я много подчеркнула из рассказов преподавателя. И сейчас этим пользуюсь. Ничего себе так необычное. Почему вы проходите программу трех классов за несколько недель, если я правильно понимаю? За две недели. За две недели. А почему ты выбрала такой необычный интенсив? Честно, я не знаю. Вот просто вообще физика меня всегда привлекала. Я интересовалась. И потом, когда узнала, что в спутнике появилась смена по физике, я прям заинтересовалась и решила принять участие. Что самое интересное было на этом курсе для тебя? Ну, самое интересное, это, наверное, была защита проектов. Когда мы полностью по всем полученным знаниям писали свои проекты и потом их рассказывали. В республике сейчас очень известный центр образовательный, спутник мы там снимали. Я сама была в нескольких курсах. Но мне вот интересно, чем вы занимались там в свободное время? Например, мы чаще всего смотрели фильмы или просто общались. А были ли у вас, как у вокалистов, какие-то другие интересы? Точнее, другие занятия в свободное время? Ну, других занятий в свободное время у нас особо таких по музыке не было. В основном мы с педагогическим составом решали различные викторины. Смотрели фильмы, слушали музыку. Очень часто играли в монополию. Еще мы ходили в кино и ходили гулять на Зеленый остров. Я знаю, что есть много различных способов, как попасть туда на курсы. Например, я лично подавала заявку на сайте. Но я знаю, что образовательные организации могут отправлять, и еще другие варианты есть. Как попала туда ты? Первый раз меня отправили туда от музыкальной школы. Я поехала, потом прошла отбор и попала на смену. А во второй раз я уже сама посмотрела на сайте. Когда будет смена, подала заявку, меня пригласили приехать написать тест. Я приехала и шла. А хотела бы ты еще поехать на какие-то смены? Я планирую летом посетить все смены, какие там только есть. Я очень хочу на химию, экспериментальную, на биологию. И вообще куда только возможно. Передаю большой привет педагогическому составу центра «Спутник». Ну я уже поняла, что ты любишь всесторонне развиваться, и музыка, и физика. А как же школа? Успеваешь ли ты вообще появляться на учебе? Вообще в школе я отличница, но... Так, нет. Сказать. Жизнь. Я вообще человек, который всегда успевает все. Поэтому я успеваю и попутешествовать, и поучиться. В школе я отличница. Ничего себе. Как ты успеваешь совмещать с музыкой это? Спокойно. Вообще все всегда успеваю. А какие твои любимые предметы в школе? Мои любимые предметы это биология, химия, общество знаний, еще люблю русский и литературу. Так, ну достаточно необычный набор предметов. А куда бы ты хотела поступить и на кого? Ну сейчас у меня в планах поступать в педагогический на учителя химии и биологии. Ничего себе. А как давно ты решила, что хочешь стать именно им? Совсем недавно. До этого у меня было 7-5 месяцев на неделе. Я хотела все и сразу. Так, ну если ты определилась недавно, значит у тебя было очень много разных других профессий, в которых ты хотела побывать. Например? Ну, я очень долгое время хотела быть капитаном дальнего плавания. А почему ты хочешь стать сейчас именно учителем? Не знаю. У меня мама учитель. Я смотрю на нее. Мне хочется так же. Хочется взаимодействовать с детьми. И вносить какой-то вот вклад в будущее. А почему вы на химии и биологии? Вообще, я совсем недавно была на семинаре «Живая школа» по химии. И там был очень интересный учитель. Вообще, я до этого химию не понимала. Вот совершенно не понимала. А там мы за 5 дней смогли вот просто всю программу с 8 по 9 класс пройти. Я ее поняла, она мне очень понравилась. И теперь вот я решила быть учителем биологии и химии. А ты сказала, что сейчас в 9 классе у тебя скоро УГЭ. Какие приметы ты выбрала? Я выбрала общество знаний и географию. Что они совпадают немножко? Почему именно такой выбор? Просто большинство выбирали это, я выбрала тоже это. Так, хорошо. А пойдешь ли ты в 10-11 класс? Да, пойду. Ну, думаешь ли ты, что к тому времени, когда настанет время выбора ЕГЭ, ты подумаешь, что хочешь стать уже кем-то другим? Ну, зная меня, скорее всего, так и будет. А что бы это могло быть, по твоему мнению? Может, все-таки решусь на капитана дальнего плавания идти? Я очень рада. Какой? Ну, вообще, я еще хотела быть эмбриологом, но потом подумала, что, в принципе, наверное, это все-таки не моя работа, она требует много усидчивости и внимательности, а это не про меня. Ну, из нашего разговора я поняла, что ты очень разносторонняя личность, у тебя, наверное, было неимоверное количество различных увлечений. Какое было, например, самое запомнившееся тебе? Ну, вообще, я еще увлекаюсь историей, я очень люблю читать про историю именно нашего государства, всеобщая история меня очень интересует. Читаю различные книги, также беру все, что дает мне мой учитель, и смотрю там интересные фильмы, документальные. Ну, вот если тебе нравится история, тогда какое бы событие ты бы хотела попасть, там, посмотреть со стороны его? Может, направление какого-то царя, или же какую-то битву? Ну, я бы, наверное, хотела окунуться в эпоху Петра Первого, наверное, я бы хотела стать его дочкой, каждый день носить новые наряды, посещать все балы и больше ничего не делать. Я бы тоже так хотела. Так, ну хорошо, с историей понятно. Любишь ли, например, литературу? Да, я очень люблю литературу, у меня очень хороший педагог по литературе, она очень интересно преподает свой предмет, я люблю читать, читаю в основном классику, и некоторые произведения мне даже очень нравятся. Ну, назови парочку таких произведений, которые тебе прям запали в душу, тебе они очень нравятся. Так, ну, наверное, одно из таких произведений – «Алая паруса». Мне очень нравится этот роман, еще, наверное, мне нравятся «Белые ночи». Вообще, я все люблю, что связано с любовью, чувствами и искренностью. А есть ли такое произведение, которое как будто бы изменило твою жизнь, вот после него оно не стало прежней? Ну, я думаю, прям таких особых произведений нет. Ну, то есть, с такими гуманитарными предметами у тебя все хорошо, а с математикой как? Ну, у меня, в принципе, со всеми предметами все хорошо, я и математику люблю, и физику. У меня с точными науками прям хорошо получается. Ну, то есть, тебе очень повезло, у тебя такой гениальный склад ума. Да, талантливый человек, талантливый во всем. Ну, у тебя очень много увлечений. Есть ли у тебя вообще свободное время дома? Есть ли время там позалипать и посмотреть видосики где-то на соцсетях? Свободных времени у меня много. Всегда успеваю все делать. Ну, если у тебя хорошее знание по всем предметам, думаю, ты по-любому участвовала в каких-то олимпиадах, может быть, конкурсах с научной стороны? Ну, вот каждый год, начиная с пятого класса, я участвовала в олимпиадах школьных этапов практически по всем предметам. Иногда у меня даже получалось выходить на районные этапы. Один раз я заняла на районном этапе второе место по русскому языку. Ничего себе. А по каким предметам у тебя самые лучшие результаты, по твоему мнению? Как показывает одно приложение, где все оценки. У меня самые лучшие результаты по английскому, по географии и по информатике. Угу. То есть, получается, ты любишь изучать еще и на английский язык? Да. А бывала ли ты в каких-нибудь лагерях? Да, я бывала в Артеке два раза, еще я бывала в окружном лагере от движения первых. Так, ну в Артеке побывать мечтают многие, и ты один из тех счастливчиков, которые попали туда. Какие это были смены? Это была 12-я смена осенняя в 2021 году, и 10-я смена летняя осенняя в 2023 году. Угу. То есть это было совсем недавно? Да. А как вообще ты попала в Артек? Ну, как я говорила ранее, я участвую практически во всех олимпиадах, школьных и районных, поэтому у меня грамот очень много. Я их все загрузила на сайт и успешно получила путевку. Первая твоя смена, это было еще в 2021 году. Какой у тебя был отряд? У меня был футбольный отряд, я вообще не понимаю, как туда попало. На распределении я такая... Мне говорят, ты идешь в футбольный отряд, я говорю, а можно, не надо. Но мне сказали, а по возрасту больше других нету. Пришлось идти в футбольный. В итоге я просто всегда лицом мяч отбивала. Так, окей. А можно ли сказать, что у тебя там появилось новое увлечение? Или же ты как только уехала оттуда, забыла про футбол и больше не хочешь этим заниматься? Ну, футбол у меня не очень, честно говоря, впечатлил после всех ударов, поэтому я не решила после смены заниматься футболом. А какой это был лагерь, кстати? Это был речной лагерь. А в следующий раз в каком ты лагере была? Я была в хрустальном лагере в педагогическом отряде. В педагогическом. Это больше под тебя подходит. Понравилась тебе эта смена? Эта смена мне очень понравилась. У нас был очень дружный отряд. Я узнала много всего из педагогики. Мы участвовали в битве педагогических отрядов и заняли второе место. Так, получается, можно сказать, что после этого мероприятия, точнее, после этой смены ты захотела стать педагогом? Или же до этого ты об этом думала? Вообще, наоборот, после. Педагогика во время смены меня очень заинтересовала. Но я еще тогда не задумывалась идти на педагога. А потом вот после как-то просто пришло мне в голову, что я хочу быть педагогом. А чем вы таким занимались, что вас так вдохновляли на то, чтобы стать педагогами? Ну, чаще всего у нас были просто лекции по психологии. Еще у нас были всякие творческие занятия. Мы снимали различные ролики на тему педагогики. И учились проводить игры с детьми. Очень интересно. Наверное, это поможет будущим педагогам вообще в жизни, в их работе. В общем, в лагере, в смене, что тебе больше всего понравилось? Больше всего мне понравилось артековское столовое. Там столько еды всякой вкусной. Ну, хорошо. То, что кушает там вкусно, мы знаем. А из мероприятий? Из мероприятий мне больше всего, наверное, нравились массовки. То есть это артековские дискотеки. Было очень весело танцевать со своим отрядом. И знаете, что у тебя есть маленькая мечта или цель, связанная с артеком? Что это? Да, я бы очень хотела после своего 18-летия поехать работать туда вожатой. А почему тебя привлекает такая профессия, как вожатый? Ну, вообще, я очень люблю взаимодействовать с детьми. Я всегда с ними нахожу общий язык. И, наверное, вот это и стало главной причиной моего желания. Ну, артек – это Крым, это море, это можно искупаться. Любишь ли ты, в общем, плавать? Да, я очень люблю плавать. Наверное, потому что я по знаку зодиака рыбу. Вообще, плавать – мое любимое занятие летом. А есть ли еще какие-то увлечения, связанные с природой? Вот мы живем в такой же вописной республике, у нас очень много гор разных, походы. Любишь ли ты это? Да, я очень люблю походы. Мне нравится наша природа. Летом 2023 года я несколько раз была в походах. Я посетила такие места, как Белый водопад, озеро Орленок, Загиданские озера, Медвежье озеро и много разных красивых мест. Ну, в принципе, все, что ты перечислила, находится в таких труднодоступных местах. Тебе нравится лазить по скалам, может быть, где-то даже жить в палатках? Жила в палатках? Да, так как я ходила с ночевкой, я жила в палатках. Вообще, первый раз, когда я пришла в поход, мне было очень тяжело забираться на горы. Прям невыносимо тяжело. Но потом как-то я втянулась и поняла то, что выхода у меня другого нет. Меня же никто на руках не понесет, поэтому пришлось идти. А что тебе больше нравится? Вот сам процесс подъема на гору или же все-таки наблюдать за этой красотой, куда вы добрались? Вот все-таки, наверное, наблюдать за красотой. Вот ты понимаешь, какой ты путь сложный прошел для того, чтобы это увидеть? И начинаешь ценить его гораздо больше, чем просто это увидеть без всяких препятствий. Ну, а любишь ли ты путешествовать не именно в нашей республике, залезать на горы и так далее, а вот просто по нашей стране? Да, вообще у меня есть такая мечта, это посетить все субъекты нашей страны. Я побывала уже во всех городах федерального значения, то есть это в Москве, в Санкт-Петербурге и в Севастополе. А что ты делала в Москве или в Питере? Просто путешествовали какие-то мероприятия опять же? Ну, в Санкт-Петербург я поехала за заслуги в музыкальной школе. Мы ездили с ребятами со всей Карачаева-Черкесии, которые отличились именно в культуре и искусстве. Там мы посетили различные достопримечательности, были, например, в Петергофе, Зимнем дворце и в различных других местах. В Москве я была у родственников, ну, соответственно, мы там тоже путешествовали, посетили много различных мест и все. Ну, в общем, тебе понравились эти города, культура, может быть, какая-то архитектура? Ну, мне понравились эти города, и Москва, и Петербург, но, наверное, все-таки в сердце у меня больше остался Санкт-Петербург. Мне очень нравится культура этого города, вот архитектура, всякие различные строения еще исторические. А какой бы следующий субъект ты бы хотела посетить? Думаю, я бы хотела посетить республику Татарстан. Мне очень нравится город Казань. Я сама там не была, но я видела различные фотографии. Также мне рассказывали люди, которые там уже побывали, что это очень интересный и замечательный город. Так, ну, с твоими увлечениями мы разобрались. Как оказалось, их очень-очень много. А давай теперь немножко помечтаем. Какой ты себя видишь через 20 лет? Ну, надеюсь, к 35 годам я, наверное, уже полностью состоюсь в жизни, найду себе хорошую работу. Возможно, у меня даже будет семья, дети, муж. Надеюсь, и так и будет. А если говорить именно о профессии, о твоей работе, кем ты себя видишь? Ну, наверное, все-таки педагогом. Педагогом. Ты бы хотела работать в школе? Да. Мне нравятся дети. А если бы тебе предложили абсолютно любую профессию, любую должность в нашей республике, кем бы ты хотела стать? Я бы, наверное, хотела стать главой Карачаева-Черкесии. Ну, и давай представим, что ты поймала золотую рыбку, у тебя три желания. Какие бы они были? Так, ну, наверное, первое мое желание – это было снова оказаться в Артеке. Ну, второе мое желание – все-таки, наверное, побывать во всех субъектах нашей страны. И третье мое желание – посетить все достопримечательности нашей республики. Саша, большое спасибо, что ты пришла к нам на передачу, рассказала о себе, об огромном количестве твоих увлечений. И на самом деле очень необычно, что с такой красивой девочкой и милой помещается столько всего необычного, такие довольно противоположные друг другу науки и интереса. Спасибо, что пригласили меня к вам. А если вы тоже хотите стать гостем нашей передачи, пишите на телеканал Архиз24. А с вами была я, Сальцевиль. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok